Здравствуйте! В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа Человек и Закон. В студии ведущий Александр Гурарье. Последнее время в Израиле, особенно после событий, связанных с беспорядками в различных городах, в том числе в Иерусалиме, резко подскочило количество обращений на получение оружия. То есть граждане хотят взять закон в свои руки и, по крайней мере, защитить себя сами. Параллельно с этим мы видим целую серию историй, когда полицейские или военнослужащие применяли оружие и в результате оказывались под судом и под следствием. На связи с нашей студией адвокат Григорий Курзинер. Григорий, добрый вечер! Добрый вечер! Давайте начнем с полицейских. Сегодня как раз произошел случай, который мы обсуждали с пресс-секретарем полиции Израиля, когда утром полицейские приехали на вызов, поднялись в квартиру к человеку, которого подозревали в том, что он мог причинять ущерб автомобилям. И как ни в чем не бывало, они постучали, он открыл дверь и тут же напал на них с ножом. То есть полицейские абсолютно не были готовы к этим. В какой-то момент один из них достал оружие, произвел выстрелы и так далее. Мы помним историю с офицером полиции, который вмешался в разборку подростков на севере страны и выстрелом в землю, которым он хотел отогнать толпу нападавших на него подростков. Значит, рикошетом пуля попала и убила одного из них, то есть суды продолжаются, человек уволен с работы и так далее, и так далее. На ваш взгляд, насколько законодательство позволяет полицейским и людям, находящимся при исполнении обязанностей, я подчеркиваю, полицейским, военнослужащим, граждан, мы сейчас оставляем за скобками, насколько закон позволяет им применять оружие и насколько закон защищает их в ситуации, когда они, применив оружие, нанесли кому-либо вред. Ну, отвечая на ваш вопрос, я хочу заметить сразу, что наш закон применения оружия, я имею в виду наш закон, который позволяет полицейским или службам безопасности применять оружие, он крайне-крайне узок, это крайне маленькие, мало случаев описанных, в каких можно применять оружие, он ограничивает применение оружия, я прямо могу сказать, что это приводит к тому, что полицейские боятся применять оружие, и, я вам скажу, больше того, даже они сами при этом часто страдают. Вот ваш пример, который вы привели, что пришли в дом задерживать подозреваемого, и он напал, открыл дверь и напал с ножом на полицейский, то есть полная безалаберность, полное отсутствие предположения того, что человек, которого пришли задерживать, а он, как мы понимаем сами, подозреваемый, он мог быть вооружен, вот он... Он был, правда, нададо должен, он был подозреваемый в том, что он прокалывал шины автомобилей, то есть это как бы, ну, его действия были, скажем так, трудно предположить, что такой человек, который занимается, скажем так, ну, мелким хулиганством, набросится с ножом на полицейских, тут ситуации действительно нет. На мой взгляд, даже та ситуация, что они стучат в закрытую дверь, и за дверью они не знают, кто находится, то ли это преступник, который в состоянии напасть на их, то ли он вооружен, а представьте себе, что если бы у него было огнестрельное оружие, или автоматическое... Он бы положил там на месте всех. Он, наверное, всех бы их положил, даже не разговаривая, и было бы жутко обидно услышать такое сообщение о том, что полицейские бездарно пострадали при самом элементарном, простейшем задержании подозреваемых. Григорий, я осмелюсь вам напомнить случай, который произошел в Батьями сравнительно недавно, это было там несколько месяцев назад, когда полицейского вызвали, что человек бегал по улице с ножом, приставал к прохожим, и когда человек бросился на полицейского с ножом, полицейский попытался как-то увернуться, убежать, боялся применить оружие, пока не получил удар ножом, и тогда уже он применил оружие, и то на него покатили бочки, извините за мой французский, что он беззащитного человека там пытался застрелить. Кстати, я не знаю, чем закончилась эта история, потому что ему там тоже заявили о неполном служебном соответствии, отстранили от работы. По-моему, это еще дело доходится в стадии разбирательства. То есть на полицейского нападают с ножом, и сейчас начинаются разборки, почему он применил оружие. Самое интересное, что закон четко и прямо говорит, если жизни полицейского угрожает опасность, имеется в виду, то ли это один человек, то ли несколько, то ли он вооружен холодным оружием, то ли огнестрельным, то есть существует элемент опасности жизни полицейского. Полицейский вправе применять оружие. Наш законодатель и наша судебная система, увы, они не рассматривают вопрос того, что существует угроза личному здоровью и окружающим. Они личному здоровью и угроза окружающим, только тогда, когда полицейского уже ранили. Я считаю, что это неправильный подход к рассмотрению подобных дел. Мы знаем, что когда люди, частные лица, применяли оружие у себя дома, в целях отражения нападения посторонних людей в доме ночью, и тоже попадали под суд, я считаю, что это полное несоответствие законодательства и этих норм, которые нужно менять и разрешать применять оружие на своей территории, в защиту своего здоровья, своей жизни и жизни своих близких. И поэтому я не вижу здесь ничего предосудительного, если этот закон будет все-таки более, если хотите, мягок к тому, к тем людям, которые применяют оружие в целях защиты своего здоровья и своего имущества. Григорий, я правильно вас понял, что это недостаток закона или недостаток его толкования и того, как его применяют следственные и судебные органы? Когда закон недостаточно прописан и для применения в практике, и законодатель, это наш парламент, который должен прописать этот закон, что он рассчитан на какие-то конкретные случаи, что они предполагают, когда они предпринимают закон в той редакции, в которой он принимается, и тогда законодательство наше будет применено в судах именно так, как законодатель его напишет. И всегда, когда законодатель, я имею в виду, КНЕСЭТ наш, обсуждая тот или иной закон, принимает его к действию, то они описывают, что они имеют в виду, принимая эту редакцию, для того, чтобы не было разночтения, для того, чтобы можно было прочесть и однозначно понять конкретно, что они имели в виду, принимая данный закон в данной редакции. Поэтому, конечно, судебная практика имеет большое значение, но судебная практика у нас идет не вразрез с законом, а именно по законодательству, но закон написан очень неконкретно, и я считаю, что пришло время внести изменения более конкретные, более развернутые, если хотите, потому что мы знаем, что у нашего населения на руках находится много единиц огнестрельного оружия, и мы знаем, что оно просто так не применяется. У нас нет практически, за редким исключением бандитских разборок и так далее и так подобное. То есть, за редким исключением... Нет, но бандитские разборки есть, но зачем так скромничать-то? Разборки есть. А, Георгий, ну я как раз вот хотел, раз уж мы перешли от полицейских к гражданам, я хотел, кстати, вот еще промежуточный вопрос задать, если позволите, порядок применения оружия военнослужащими, потому что я понимаю, что там устанавливается распоряжением Министерства обороны, я правильно понимаю? Или тоже прописано это в законе? Потому что эти данные все время меняются. Конечно, прописано в законе. Наши военнослужащие находятся на линии, как правило, на линии огня, не применяют оружие. Это оправдано, они находятся в боевых действиях. Это люди... Нет, боевые действия понятны, но вот когда они, допустим, там патрулируют территорию Идеи и Самарии, там попадаются им террористы, или там попадаются швыряния камней и так далее. Это есть военные действия, которые наши солдаты выполняют. Да, но это прописано законом, или это распоряжение командира дивизии? И в уставах наших несения службы, то или иной службы в наших войсках, это в армии обороны Израиля. Там четко прописано, когда применяется как оружие. И солдат, который имеет это оружие, он его применяет либо по приказу своего командира, либо в ситуации, которые он считает пригодной для применения. Ну, мы тоже знаем истории, когда это солдат Матемазария, который застрелил террориста и сел в результате в тюрьму. И после этого мы видели целую серию, так сказать, роликов, которые пускали палестинцы, как солдат там, допустим, убегает от террориста, который там... За ним гонится, а солдат с оружием убегает, просто боится применить оружие, потому что понимает, что его потом посадят. Ну ладно, оставим историю с военнослужащими на совести Министерства обороны. Давайте перейдем к гражданам. Как я уже говорил в начале нашей программы, сейчас многие подали заявление на ношение оружия, на право владения оружия. Многие сейчас раскупили, скупили всевозможные эти самые нервно-паралитический газ, слезоточивый газ и так далее, для того, чтобы защитить себя. Скажите, пожалуйста, в каких случаях гражданин может применить оружие? А теперь я хочу задать вам встреченный вопрос. А что вы сейчас имели в виду под словом оружие? Вот тот нервно-паралитический газ тоже или те электрошокеры, которые прилагаются, продаются в свободной продаже, это вы тоже считаете, что это оружие? Или вы имеете в виду конкретно... Ну, я имел в виду, конечно, огнестрельное, то есть пистолет в данном случае. Но если это тоже то, что вы перечислили, относится к оружию, тогда с удовольствием послушаем это. Нет, это относится к средствам самообороны. Вот то, что мы с вами перечислили, кроме огнестрельного оружия, это относится к средствам самообороны. И не более того. Ну, давайте от простого к сложному тогда. Электрошокер, газ... Это средства... Когда их нужно применять? Их можно применять, когда вы посчитаете нужным. А, вот так. Абсолютно. Мне не понравилось, как ты на меня посмотрел. На перекрестке, да, я открыл окошечко машины, пшикнул тебе этот самый газ и поехал дальше. Я думаю, что вот именно за такое поведение вы ответите исполна по закону. И вас смогут даже привлечь к уголовной ответственности. Почему? Потому что я ответил совершенно свободно применять в случае угрозы вашему здоровью и вашей жизни. Это гражданину. Именно это я имел в виду. Но никак не просто на дискотеке взять, распылять газ нервно-паралитический или же применить электрошокеры на дискотеке. Хорошо, прописано, прописано, поясняется, что считается угрозой там жизни и здоровья. Ну, разумеется, любое обстоятельство, которое вызывает у вас и вызывает у вас уверенность в том, что вашему здоровью может быть причинен ущерб или может быть серьезно повреждено и в вашей жизни что-то угрожает, то вы, конечно, вправе применить. Смотрите, мы с вами говорим, понимая, что есть счет об адекватном человеке, об адекватном человеке, который умеет оценивать обстановку, умеет анализировать ее и понимает, что в этой ситуации запрещено применять оружие и разрешено лишь тогда, когда его жизнь и его близким будет существовать. Мы говорим не про оружие, а про средства защиты. Совершенно верно. Но они продаются свободно, то есть, как бы человек, который покупает, он не должен предъявить справку, что он, значит, не любит. Нет, эти средства защиты направлены на самооборону, они рассчитаны именно на того адекватного человека, который понимает, что его физические возможности могут быть где-то ограничены или в силу тех или иных обстоятельств. И он считает, что имея нервный баллончик с нервопрактическим газом, это позволит ему прекратить то нападение на него, которое может быть совершено, или защититься в ситуации критической, которая может возникнуть в силу тех или иных обстоятельств. Хорошо, теперь перейдем к огнестрельному оружию. То есть, я подал заявление на ношение оружия, получил разрешение, приобрел пистолет, прошел определенное количество часов отстрела в тире, да, то есть, там нужно отстрелять определенное количество часов, и там каждый год надо это там возобновлять и так далее. Все, я вышел с пистолетом. В какой момент я иду там по темной улице, в какой момент я могу его применить? Смотрите, все инструкторы, которые дают пояснение, как и когда применять оружие, они говорят одну истину, что если вы рукой взялись за оружие, имеется в виду, за пистолет, и вы его вынимаете, вы имеете в виду, что вы будете его применять. В других случаях вы не имеете права просто даже вынимать из кобуры или из того места, где он у вас находится. То ли это на груди, то ли это на поясе и так далее. То есть, вообще, доставать оружие, доставать, брать его в руки, строго запрещено в обстоятельствах, которые не предшествуют нападению или угрозе. Понятно, да? То есть, когда есть реальная угроза, вам разрешается достать это оружие, но вы должны четко понимать, что речь идет, скорее всего, о его применении. Поэтому, когда, всегда, когда дают курсы людям, которые должны привлезти оружие огнестрельное и получить лайсенс на его ношение, разрешение, то они проходят определенный курс подготовки, где им четко и конкретно разъясняется действующее законодательство о том, о той ответственности, которую несут люди, применившие оружие огнестрельное, которое может повлечь за собой тяжкие и телесные повреждения, а в основном даже смертельный исход. То есть, даже если человек достал оружие, почувствовать опасность, выстрелил в воздух, это все равно считается применением оружия и дальше пойдет следствие. применение. То есть, это применение. Это правильное применение, если он делает выстрелы в воздух, он, понимая, что он может причинить вред здоровью то ли нападающему, то ли окружающим, для того, чтобы это не произошло, для того, чтобы предупредить и остановить вот то нападение, которое уже началось, он, он, конечно, обязан стрелять только в воздух. Когда у него уже не будет выбора, то, разумеется, ему разрешено будет применить оружие на поражение в том случае, если нападавший на него тоже вооружен и нападавший явно может причинить его здоровый вред или даже убить его. Я слышал еще такую версию, что многие инструкторы говорят, что первым делом, вот вы говорили, что решить достать оружие, первым делом осмотреться и понять, если есть возможность убежать, то лучше убежать. А уже потом доставать оружие. Насколько это смешно звучит, я думаю, есть в этом рациональное зерно, лишь только для того, чтобы, смотрите, если вы достали оружие, это не значит в том, что вы победили. Надо хорошо это понимать. И тот противник, который стоит напротив вас, если он вооружен, когда вы достанете оружие, он явно предупредит вас и выстрелит вас первым. и тогда никто не знает, кто же останется в живых. Поэтому хорошо вдумайтесь в то, что доставая оружие, вы ставите в положение безвыходное противника, который находится напротив вас. У него ничего другого не остается, как быть первым. Помните, был замечательный фильм «Бей первым Фредди». Абсолютно. Это вот именно те случаи, когда, как мы сами обсуждаем, что вы, доставая оружие, лишаете возможности человека убежать. Он может не убегать, когда увидит в ваших руках оружие. Он наверняка применит свое. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали с адвокатом Григорием Курзинером. Я надеюсь, что все, кто подали заявление для получения оружия, все-таки не будут его применять, не будут попадать в ситуацию, когда будет необходимо его применять. Спасибо, Григорий. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.